Добрый вечер. Наш сегодняшний концерт откроет заместитель мэра города Хайфри Юлия Штайн. Юлия, пожалуйста. Я как Лара Новикова, я бабушка с много мешочками. Для начала давайте поаплодируем и пригласим на сцену нашего дорогого именинника. Аплодируем. Дорогой Женя, я не знаю уже, я уже запуталась в твоих юбилеях. Я от всей души поздравляю тебя с твоим неочерепным юбилеем. Если вы помните, я даже удивилась, когда Леша сказал себе, мы что, копыли на юбилеи? Это было после. Ты идешь назад, молодец. Я больше не буду чистить. Нет, нет, чистить, чистить. Я теперь поняла. Как тебе пять лет, когда у меня выборы, перед выборами ты специально придумываешь юбилеем. Дорогой наш женщина, мы все тебя очень любим. От всей души. Но сначала я тебе хочу сказать. В начале, когда я только пришла, ко мне подошла Анечка из теплого дома наша, дорогая, и говорит, Юля, ко мне я уехала, все знали, что я еду на концерт с Женей Гангаевой, его дорогих, любимых вардах. Подошла ко мне Славочка. Я не знаю, кто это Славочка, девочка. Какая-то твоя, может быть, знакомая, хорошая. И передала тебе поздравления. 75 юбиляру. Мы знаем точно, что это за Славочка потом. Уже на 80-летие. Дорогой наш Женя, за твой вклад мы награждаем тебя за большой личный вклад в общественную культуру, жизнь нашего города и нашей страны. И желаем тебе крепкого здоровья, благополучия и много-много лет радовать нас своими концертами. Аплодисменты. Аплодисменты. Как ты сказал, я тебе там уже, и ты что поживай, я запомнил. Поэтому в этот раз я тебя специально поживай, чтобы ты был красивый и сладкий. Поживай. Поживай. И запить это. А это же. Запить это. Это запить это. Сейчас богатый и сознательных людей нужна водка и икра. Икру не тебе не дали, как верующий, но баночку. Поживай. АПЛОДИСМЕНТЫ а прекрасно благодаря и если кто то присутствует в которых почти 30 лет доброжелательных этих прекрасных людей многие знают своими театрами это не просто семья культурная это семья которая возрождает и возрождала так что радуйте нас еще очень много лет спасибо большое если я знаю два слова я всем перед началом получили такие красивые приглашения этот день они продолжаются мы будем праздновать до выбора а там посмотрим как вы проголосуете поэтому приходите у кого нет карточки не страшно можно на месте сделать а самое главное там будет весело интересно можно получить много скидок все здесь написано сейчас наши артисты я думаю все здесь знают наш прекрасный театр лица и у них 28 часа закрытие летнего сезона и я думаю что вы тоже обязательно приходите вы хотите это будет по икуле но 18-го кто еще не приобрел билеты на еврейские местечки по пыленькому потому что у нас уже почти билетов нет мы ждем вас такого нам придумали это как-то через чок вот мы просили нам что-то сказать о себе но это это очень сложно вот единственное что хочу донести да знаю что мне знаешь то что моя мама родила меня в 43-м году моя мама с простой русской бомбиной Биберман малкая не сомневаюсь не звучает так вслед за мной я не буду больше рассказывать вслед за мной будет такой более более достойный человек ему не 75 ему 95 и это член нашего группа итак мы продолжаем вашей новой степени поле 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 ах поле 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 аж дом растет на поле allez поле 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 Ещё свистят снаряды, свистят на поле пули, ещё свистят снаряды. А кто идёт по полю? А кто идёт по полю? Идут по полю люди, военные отряды. А кто идёт по полю? Идут по полю люди, военные отряды. Повестят они на солнце, гранёными веками. А кто идёт по полю? А кто идёт по полю? Идут по полю люди, военные отряды. А кто идёт по полю? Идут по полю люди, военные отряды. Одна трава и не более. А что потом на поле? Одна трава и не более. И сейчас я хочу пригласить на сцену человека, которому 95. Он защищал Ленинград, был ранен под Ленинградом. А сегодня, поскольку Ленинград защищен, он может выйти на сцену и спеть. Аплодисменты. 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 Да. 1943 год. В 1943 году, 18 января, мы наконец прорвали Ленинградскую блокаду. По такому случаю, я 19-летний, но уже бывалый солдат, сфотографировался у Поличкинского института Ленинградского. 40 лет спустя юбилей этой даты. Коллега увеличил фотографию. А для сравнения сфотографирование на уроке физики, ну и получилось два портрета. Я написал песню два портрета. Прошло еще 35 лет, и я подплываю ее вашему вниманию. Гляжу на товар своих портретов, и вижу сходства вовсе нет. Там ветеран юнес на этом, а между ними сорок лет, да долгих-долгих сорок лет. У стен кирпичных Ленинграда, парнишка, фронтовик, солдат. Я жал свой верный автомат. В ветвичи прорвана блокада, и всем нам море по колено. Мы молоды и голодны, и всем нам до конца войны. Да жить хотелось непременно, да жить хотелось непременно. Потом из брачных финских дотов уж будет выкурен фашист. И выбор взять, бать страшный свист гвардейских наших минометов. Потом бои на Черной речке, Бурно, Будапешт и Болотон. Под веной к жизни возвращен. Я в той земляночке при свечке, Я в той земляночке при свечке. Еще на фронтовых дорогах Мне хоронить своих друзей. Победа, мир в судьбе моей Еще всего так будет много. И вот я вижу ветерана, Веду урок, учу ребят. Держу указку у экрана, Как в Ленинграде автомат. Держу указку у экрана, Как в Ленинграде автомат. АПЛОДИСМЕНТЫ В 2011 году в Израиле проведен конкурс на лучшую барбовскую песню. Он назывался «Не стареют душой ветераны». Я прошел первый и второй отборочный тур на горе и в Афуле. А в Тель-Авиле я получил диплом финалиста и медаль науреата. АПЛОДИСМЕНТЫ За свою песню, которая называлась «Восемьдесят сил». Пускай не восемьдесят сил, и Богу я не стар совсем пел я. Но время шло, и название устаревало. И я пел... Пою я просто, и мне девяносто. Я пел... Пускай мне девяносто два, и пусть седая голова пел. Уже мне девяносто три. Прилично, что не говори. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А сегодня я пою девяносто четыре. И... Ну, это пока через два месяца не пришло время снова менять название. АПЛОДИСМЕНТЫ Но в Бартовском нашем клубе у Гангаева мне подобрали ритмы до ста. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Дай Бог! Дай Бог, конечно, воспользовался! Но пока девяносто четыре. АПЛОДИСМЕНТЫ Я старожил в подломном мире. Мне девяносто четыре. Но не наскучил белый цвет. Еще как голода свою, я вам сыграю и спою. Для скуки в жизни места нет. Пока дышу, я жить спешу. И у судьбы своей прошу не быть жестокою со мной. Любви мне женской подарить друзьям, необходимо быть. И вой продолжить путь земной. Любим не женской подарить, Друзьям необходимо быть, Не бой продолжить путь земной. Я много в жизни повидал, Я в Ленинграде воевал, Настроив и жива из ста. Всю жизнь я помню, что живу За тех, кто там лежит в арку У Галадарского моста. И много лет я вижу свет Глазами тех, кого уже нет, И жизни радуюсь за них. Гитару в руки я беру, И эту песню вам дарю, Поют для вас моих родных. Гитару в руки я беру, И эту песню вам дарю, Поют для вас моих родных. Петь у Гангаева я рад, Как будто много лет назад Я нахожусь в кругу друзей. Конечно, я здесь старше всех, Но все же надеюсь на успех, С гитарой верною моей. И я пою, и все поют, И в эти несколько минут Со мной все пишут унисон. Всех понимаю здесь меня, И понимаю всех здесь я, И вечер как прекрасный сон. Всех понимаю здесь меня, И понимаю всех здесь я, И вечер как счастливый сон. Счастье, когда тебя понимают. Спасибо, благодарю. Такое бывает, только на данный день и вечера. Подходит мне женщина, попросить. Это любовь с первого взгляда. Это цена вашего рода. Женщина во втором ряду попросила видеть вам медаль С сегодняшний день. Еще одна. Мы ждем его на 120 год. Ефим обещает нам на 120-летие бешеный юбилей. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Вы знаете, я хочу начать с вардовской байки. На концерте Дмитрия Бекчентаева Он исполнял песню «Старый Новый год» На слова Вознесенского. После строчки «вытри рюмашки насухо» У кого-то зазвонил мобильный телефон. «Выключи телефон!» Когда не исследовать по тексту песни, Подхватил радостно зал. Как вы уже поняли, Это был призыв ко всем зрителям и участникам Отключить звонок ваших мобильных телефонов. Большое спасибо. Очень рада видеть вас сегодня. Только сегодня. На всех концертов и мероприятиях. На нашем вечере. Вечер, который мы посвящаем Руководителю Хайского КСП, Его создателю, Душе нашего клуба, Евгению Гангаеву. И нам показалось, что хорошим, достойным подарком Жени Будет отчетный концерт-группы, Который мы проводим ежегодно. Евгению Гангаеву. Нашему Жене исполнилось 75 лет. Полтора юбилея. Мы от всей души его поздравляем. Желаем ему здоровья и удачи. Думаю, ценной сценой сегодня Позвучит еще много поздравлений. И не только 7 месяцев. Наш концерт называется «Найти свой путь». Более полувека назад Женя его нашел. Он нашел свой путь. Студент Московского Библиотического института МГБИ Он стал организатором Первых бардовских слетов, Первых клубов Авторской песни. Уже позже... Уже позже в Израиле Женя продолжил свой путь. Он стал, как сказал метка Михаил Волков по поводу Кима Городницким, репатриархом, Организатором бардовской песни. С 1995 года уже здесь в Израиле Женя организатор слетов, Например, таких как Туговка. Организатор, создатель Клуба, который получил позже Имя Ковчег, это вот наш клуб, Культурно-политическо-исторического клуба Маген. Нам кажется, что строки из песни «Дорога» Михаила Чербакова Очень подходит имениннику. Вы не бойтесь петь, мы не будем. А я пойду прямо, Ни влево, ни вправо, Налево всю яму, Направо канава, А слева и справа В канаве и в яме И деньги, и слава, И счастье горстяне. А дальше все ветры, Обвалы, откосы, Все глуши ответы, Все выше вопросы, Все тьмою объято. Но, Господи Боже, Ведь если не я, То кто же, То кто же? Хотя на концерте Песен не очень корректно говорить Лучше один раз увидеть, Чем сто раз услышать, Но давайте посмотрим на некоторые Этапы Большого Пути. Мимо исталищ капищ, Мимо храмов и баров, Мимо роскошных кладбищ, Мимо больших базаров, Мира и горя мимо, Мимо Мекки и Рима, Синим солнцем полимы, Идут по земле или Гримы, Увечны они карпаты, Голодны, полуодеты, Глаза их полны заката, Сердца их полны рассвета, За ними поют пустыни, Вспыхивают зорницы, Звезды дрожат над ними, И хрипло крещат им птицы, Что мир останется прежним, Да, останется прежним, Ослепительно снежным, И сомнительно нежным, И значит, не будет толка От веры в себя до Бога, И значит, остались только Иллюзия и дорога. Поднявший меч на наш союз, Достоин будет лучшей кары, И я за жизнь его тогда Не дамы самой ломаной гитарой, Как вожделенно жаждет век, Начнусь, подрежу нас в цепочке, Возьмёмся за руки, друзья, Возьмёмся за руки, друзья, Чтоб не пропасть по одиночке, Возьмёмся за руки, друзья, Возьмёмся за руки, друзья, Чтоб не пропасть по одиночке, Среди совсем чужих пирог, И слишком ненадёжных истин, Не дожидаясь похвалы, Мы белья белые своим почистим, Пока безумный наш султан Суни дорогу на кострову, Возьмёмся за руки, друзья, Возьмёмся за руки, друзья, Возьмёмся за руки, Возьмёмся за руки, друзья, Возьмёмся за руки, друзья, Возьмёмся за руки, Возьмёмся за руки, Когда ж придёт телёжкий час, Не нас калач пшаной помагит, И рай настанет не для нас, зато Офелия всех нас поганет. Пока не грянула пора, нам отправляться понемногу. Возьмёмся за руки, друзья, возьмёмся за руки, друзья, возьмёмся за руки. В нашем сегодняшнем концерте принимают участие не только те, кто поёт, но и те, кто читают свои стихи. Я приглашаю на сцену Михаила Сифера, пожалуйста. Добрый вечер. Я уже, наверное, четверть века знаком с Женей, в общем-то, в достаточно серьёзный срок. Я помню, как приходили молодые ребята, тогда ещё только появившийся клуб, как Женя... Это подтверждение того, что я говорю. Это не просто знамение. И Женя как работал с этими молодыми ребятами, как он их, не скажу, обучал, но воспитывал, это точно. И вы знаете, мне сегодня захотелось почитать стихотворение, в качестве поздравления, не поздравления, но стихотворение именно про такого педагога, про педагогическую удачу. Я сегодня, пожалуй, в ударе и свою воплощаю мечту, обучаю играть на гитаре молодого вождя Виннету. Он меня от души уважая, нот не знает себе на беду, я упорно его приближаю к мемажору на первом ладу. От усердия он краснокожий, и струну тянет, как тетиву. Пусть гитара страдает, ну что же, завтра снова его позову. Покажу ему ключ я басовый, заберу за оплату меха. У него слух индейский, особый, не похожий на наши слуха. Пропоет он своим однодельцем, про ручейку янтарной сосны. Будет признан великим умельцем, богом лета, зимы и весны. И сочтя, что всему научился, он на сцену пойдет, как в бреду. Чтоб со страхом в момент обмочился. Добрый зритель в девятом ряду. На сцену приглашается Дима Духовников. Добрый вечер, пока я настраиваю чего-то здесь. Когда на сердце тяжесть и холодно, Глади ступенем арбитажа, ты в сумерки приди, Где без питья и хлеб, забытые в веках, Атланты держат небо на каменных руках. Держать его в махину не ведут за стороны, На прежних спины колени сведены. Их тяжкая работа, мощнее иных работ, Из них ослаб не кто-то, и небо упадет. По тьме заплачут вдовы, а выгорят поля, И станет перепреловый, и кончится земля, А небо год от года задавит тяжелее, Прошит оно от года ракетных кораблей. Стоят они, ребята, тонченые в тела, Поставлены когда-то, а смена не пришла. Их свет ни мной не радует, и ночью не до сна, Их красоту снарядами уродует война. Стоят они на веки, упевшим мою беду, Небоги в человеке, привычные к труду, И жить еще в надежде до той поры пока, Атланты держат небо на каменных руках. Апланты держат небо на каменных руках. Апланты держат небо на каменных руках. Винника. Песня про песню. Я верен своей, я верен своей, Постаревшей в гитаре, Что молча устала на стенке висеть При землетрясений, Или в пожаре я первую буду ее выносить. На ней я построил свой первый аккорд, Когда еще путал с мажором минор, Был первой песней, но и спетой когда-то, Последний троллейбус, Маэстро Булата. Часами старательно и неустанно, Лишая родителей сна и покоя, Я пел, что уеду в тайгу за туманом, Я пел, что мой друг не вернулся из боя, Я пел, что ничто, ничто, сожарения не стоит, Я пел, что бычок по дощечке проходит, Про делу святую и страшных пиратов, Про держащих небо в могучих атланках. Забыв про футбол, про кино и болезни, Ни вечно, ни детство, ни юность, ни зрелость, Менялись сюжеты, манеры и стиль, Но песни, что нами так искренне пелись, Ни мода, ни зависть, ни быт, ни осиля, Пусть старые песни забылись немного, Но силы потрачены были недаром, Ни раз на распутье подскажут дорогу. Потёртые струны на старой гитаре, Потёртые струны на старой гитаре. Мы благодарим Володю Следующий участник концерта Марченко Владимир. Нет, смог приехать, Но желание поздравить людей так велико, Что они поздравляют даже не будучи сами здесь. Видеоклип присланный Марченко Владимир. Дорогой Женя Гангаев, Разреши поздравить тебя Суровой мужской датой, Да еще и круглой. Так уж случилось, что мы вряд ли попадем, И я от своего клуба, От себя лично Поздравляю тебя, Желаю здоровья, 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 Всех благ, радостей, успехов, Творческих успехов, Чтоб ты радовался, Чтоб твой клуб только крепчал, И мы кайфовали от вашего выступления. Так что, позволь, Как бы вот в качестве поздравления Спеть одну из своих песенок На стихи любимейшего поэта Чичибабина Бориса Алексеевича. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Ты на Украине Все мы были ранние, русские, а ныне Ты живешь в Израиле, я на Украине Смысл всего, как Марьева, никому не ведом Ничего нормального я не вижу в этом Натянула божий и гнет, не отпуская Воля нас не божия, да и не людская Натянула божий и гнет, не отпуская Воля нас не божия, да и не людская Ни горю, ни раду, и все дни пересолили Тридцать лишним градусов в Иерусалиме Видимо, пристала мне при таком варианте Тут с друзьями старыми бренди на веранде Видимо, пристала мне при таком варианте Тут с друзьями старыми бренди на веранде Следующий участник концерта Даниил Мирошенский прибыл лично АПЛОДИСМЕНТЫ Когда-нибудь, когда в конце дороги нам безголовью ангелы придут Мы будем с ними подводить итоги. И пусть итоги нас не подведут. Сегодня Женин юлей, Пусть льется на душу и лей. И теплых слов ты не жалей, Он их заслужил. Он в нашей бренной жазел Очаг души тепла согрел. И тот, кто даже не удел, Нашел свой удел, Чтоб ты нам так жил. Ты в нашей бренной жазел Очаг тепла души согрел, И тот, кто даже не удел, Нашел свой удел. Ну хорошо, наверняка все бывали в замечательной квартире Жени и Рахель, где живет замечательная художница Любовь, Приглуда, и вечно там вернисаж, и проводятся замечательные концерты, и это и спектакли Рахель. И всегда эта квартира меня притягивает, это удивительная квартира, и я посвятил песню Жени, руководителю этого клуба, и у него есть замечательная песня про гору Таевал и Гризим. Таевал — это гора проклятия, а Гризим — это гора благословения в Израиле. С днем рождения, Евгений! Ты на месте и по мне Нету места офигенней В нашей фиговой стране Нету места офигенней В нашей фиговой стране В вашей славнейшей квартире Отдыхаю я душой Хорошо, что в этом мире Есть места, где хорошо Хорошо, что в этом мире Есть места, где хорошо Непосредственно по средам Здесь особая среда Мы со всех краётов едем И вкушаем от ворота Мы со всех краётов едем И вкушаем от ворота Здесь хорошие песни рады В этом небе Женя строк Пели здесь большие варды Белый автор этих строк Пели здесь большие варды Белый автор этих строк Среди всех благополучий Где я ищу душе приют И не знаю дома лучше Дома, где друзья поют И не знаю дома лучше Дома, где друзья поют А из наших райских кущей Я не знаю места, где О, совет споющий Верен так своей среде О, совет споющий Верен так своей среде Будет дорога идти В нашей эрцице Не с праматерью Ахей А с красавицей Ахей Не с праматерью Ахей А с красавицей Ахей Чтоб твое призвание знало Много новых лет и зим Перемь Чуть проклятья Эй мало Пьем лихаем Загрязим Чуть проклятья Эй мало Пьем лихаем Загрязим С днём рождения! Большое спасибо Даниилу, а я рада пригласить на сцену автора-исполнителя Элиф Барьялов. Я, как это слово, считал, что с Женей я знаком тридцать в его жизни. За это время я, как получилось, посвящал Жене самые разнообразные тексты. Жене посвящать тексты. Когда-то я, в главной песне, мне посвященны другими словами. Далее нам о лив, вот и по ливе, а теперь по ливе сам собой отправится в путь. Женя посвящен сказал, о ливе по ливе нет. Из всех посвященных проявлений текстов, я буду показать, в том числе написано, как «Веркая попытка состоится в фильме, а мечта, от которой можно маршировать на минуту». Звучит песня. Звучит песня. ПЕСНЯ 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 Не приготовим снадобий Мы сами жертвы, ликовая мать. Нам тоже так, хоть раз в неделю надо бы, Пустите нас, пустите нас, пустите нас. АПЛОДИСМЕНТЫ Я не играю на гитаре, вот и тут. Где-то есть, где-то сады, а тут и дни. И будет мне Аль, я как умею выражать. Шесть инстинентов с трех гитарных. Здесь где-то видно шесть ручей. Шесть направлений в мире главных. Шесть удивительных вещей. Грусть, радость, музыка и краски. Добро и правда, глупость и ложь. Прекрасные стихи и сказки. Без них никак не поживешь. Я не играю на гитаре. Сама не знала, почему я не играю на гитаре. Но главное, что есть кому. На горе Арарат зреет сладкий виноград. Свою пусть. Говорят, там был ковчег. Незапамутный набег. В чем же грусть? Двадцать первых за окном. В хайфе, матушке, наш дом. При том, наш ковчег, наш оберег. Где так счастлив человек? Мы в нем. Плывем, летаем, грустим, мечтаем, живем. Спасибо, Евгений. И в вас с днем рождения. Поем. За творческий почерк, аккордов и строчек в судьбе. Года непогласно, прекрасно звучит КСП. От Пакуа. Года непогласно, прекрасно звучит КСП. АПЛОДИСМЕНТЫ Благодарим КСП. АПЛОДИСМЕНТЫ И как, в общем-то, она правильно заметила, слава богу, есть кому у нас петь, играть на гитаре. И я приглашаю автора-исполнителя Анну Вьюнову. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я говорю, для разнообразия свою песню, которую он писал в группе «Товарищей», не моя авторская. Но я Женю тоже знаю, я не буду говорить, сколько это от моей жизни, но 24 года. Я меряю вот этим возрастом его сына. И, в общем-то, я всегда мечтала учиться и поступить на режиссуру. И вот моим единственным учителям, который, да, меня учил, как правильно себя вести на сцене, как продавать песни, как исполнять песни, это Женя. Я ему очень благодарна. А песню я выбрала, написанную группой «Товарищей», там большой коллектив, я не буду перечислять, но я просто знаю лояльное, Женя, ваше отношение к вашим двоюродным братьям. В этой песне очень острый сюжет развивается, там, и там, хотя часть героев погибает, к сожалению или к счастью, я не знаю, но все как всегда заканчивается хорошо. Я думаю, что это подходит. Всем известен рассказ Али Бабы о его подвигах и о том, как он безвредил банду сорока разборников. Так послушайте же, уважаемый, что помнит моя двоюродная прапрабабушка Хатима о днях ее далекой-далекой молодости. Славный город Гюлябад, где-то на востоке, ближнем или даром, не помню, не важно, там у женщин нежен взгляд, там любые истоки по барханам и пескам. В славный город Ашхабад шел усталый караван, караван тот был богат. Вот наклала Асана у владельца каравана, который от жары и жажды пять лет назад сошел с ума. Среди досок и цемента ехал груз без документа. На пляшивом дремодере его дочка Фатима, а также Зуфиля, Гойла, Зухра, Зина, Фазиля и маленькая елчата. В это время под чинарой пел с подореванной гитарой, грим зубами зажимая за пещерами секси. О любви к семейной жизни, обреке алкоголизма, обрекал душу, надрывая одноруки и браги. Без женщин жить нельзя, нас верят и нет, ой. Правильно, поешь без руки, нам без баб не жизнь, а муки, надо бы всерьез прощупать проходящий караван. Жалко шел вчера по пьяни, мы пришли атамана, атаман был умный парень, нам помог бы атаман. Вниз чинались с матюками, вниз свалился словно камень с восьмикратовым биноклем. Близорукий Мухаммед, я вдали за волонами, видел пыль от каравана и схватил семизарядный дальнобойный арбалет. Миком выкатили пушку, Мухаммед их взял домушку и пальнув три раза дробью. Все вскочили на ослов, взяв кунчаки, переграбли, тисаки, кости, десапли, как бизоны в Аризоне поскакали на врагов. Наш паровоз вперед бежит, в Кабуле остановка, ой, ах, несчастный, близорукий Мухаммед. Ты попал впервые за пятнадцать лет, а попал ты даже слишком хорошо, ни один из караванов не ушел. Ой, 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 напрасно, тетя, каравану ждете, ваш караван лежит в песках. Ой, напрасно, тетя, ждете вы, Богдали, караван подждал. Взял Хусема, Ибрагима, Мухаммеда, Ирахима, Зульфью, Зухру, Венеру и хромого дремодера. Всех верблюдок, всем собак, Ищаков, Ханун, Зейнаб и маленькую крычатанку. Только в бочке от цемента под рожащей пеостролейки Попробно обнаружили бандюги, попредившуюся умом, Красивейшую из женщин, будь они зубов чуть меньше, Всю дрожащую от страха дочь Хасана, Фатимом. Фатима, Фатимы, Фатиме, Фатиму, Фатимую. Привезли ее в пещеру, напоили вдрызг вином. Кто же будет спать с ним, с первым, с этим, как там, Фатимом? Отвечает им она, много вас, а я одна. Мухаммед наводит пушку на блатную когалу. Дайте мне мою подружку эту, как дам, Фатиму. Караван я видел первый, будет жить она со мной. Сейчас стрельну, я очень нервный. Ладно, сволочь, черт с тобой. Подвезли его к ущелью и сказали, вот она. Но он чудак поверил, ах, как верил, аж до дна. Ишь, несчастный, промахнулся, улетел и пес с тобой. А что ты скажешь, Фатимой, вас тут много для одной. Поднялся хромой Ахмед. А мужики, мой олеген, что мы бабу не поделим. И достал свой арбалет. Бумеран пустил, не глядя, получил по шапке сзади. У Абдула был костер, а был Ахмед. Ахмед, Агнед. Пролетал пещоток в пещере, пролонив не один череп. Бумеран попал в Абдула. И Абдула тоже нет. Стал бесполы Сулейман, а на зоне был пахан. На три бублика колюса надалился по зубам. Сулейман трофейной финкой ткнул кого-то пред собой. Сапель, гоститом, пистолетом, может быть, от стула спинкой. Может, просто грязной вилкой. Был повержен, растоптан, озверевшую толпой. А что-то скажете, ой, вас тут много для одной. А пока в пещере дрались, Фатима все нажралась. И попьянку поделал, захотела покурить. Отыскала сигареты, только видит, спечек нету. Стала шарить по пещере, ищет, где богиня добыть. На лофете вдруг очнулся, и к новому матерному гнулся. Он глупой был от рождения. Бывшу за это, алибо парус. Фатима уселась рядом, подкурить, спросила взглядом. И на пушку сбила пепел эта самая Фатима. Взрыв и грохот, свист коротечий. Булей каждый вид был отмечен. Пока сила всех на месте, пушка мощная была. Из-под Фатимы вылазя, всех угробила зараза. Ну и туда же ты, папа, ей сказал. А левопат звезды светят, ночь темна. И я один, и ты, и я нашу мелко мышь. Деревья гнулись, а ночь-то темная была. А поутру они очнулись, очнулись, взяли сокровища. Вышли из пещеры, спустились с горы. И зажили они счастье в мире, в своем родном, славном городе. В этом, как там его, Тринидаде. Это была Анна Вьюнова, а ее на сцене сменяет Ян Торбан. Аплодисменты. Владимир Иванович, пока остывают трибуны от сильных уверенных слов. Пока в пустоте остывает, душа заперта на засон. Он тихо борит в ожидании, но и прикаленный звук. Парит оттесненный речами, и транспорта шумный воздет. В дружении ворон и блокатор дымов, и вчерашних газет. Во всякие дни неизменный, как вось мироздание сквозное. В нем подблеск трубы, искренничный, неяркий, мерцающий свет. В нем подблеск трубы, искренничный, неяркий, мерцающий свет. Но что же, дружок, твое сердце надежду питает, Покуда отчаяние высится белой стеной. Небесная песенка тает, ее донами не хватает, В обыденной жизни земной. Имеющий душу, услышишь, встревоженность дальней души. Имеющий душу, увидишь, мятежный огонь голубой. А если упустишь из виду, постой, наугад не спеши. Неблизкая эта прогулка, ты знаешь, завязаться судьбой. Неблизкая эта прогулка.